Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире уроженцы Западной Армении Жанна Голостян. Вопросы армян Западной Армении. Действия в отношении похищенных солдат противоречат требованиям международного права, в том числе Женевской конвенции Омбудсмен. Вложенные заявления Минобороны Паку. Огонь направления сельскохозяйственной техники. Турецкий футбольный клуб Тигра Накерта скопировал герб Армении. Международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет с 9 по 16 июля. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Жанна Голостян. Жанна Голостян родилась в 1948 году в Степанакерте. В 1966 году окончила местную среднюю школу номер 8. Имеет высшее филологическое образование. С 1964 по 2004 год актриса Степанакерцева Государственного драматического театра имени Ваграма Папазяна. С 1984 года директор театральной студии при театре. Воплотила более 70 ролей лауреат многочисленных наград. С 1980 по 1982 год преподавала в Степанакерцевом педагогическом институте. Принимала активное участие Арцарского движения в боях за защиту Родины. После формирования армии обороны НКР назначена заместителем командующего Центрального оборонительного района Министерства обороны. С 1999 по 2007 год советник президента НКР. В 2005-2010 годах избрана депутатом Национального собрания НКР 3, 4 и 5 созыва. Дважды избрана председателем постоянной комиссии Национального собрания по вопросам обороны, безопасности и правопорядка. Лидер фракции «Демократия» беспартийная. Вопросы армян Западной Армении. После открытия Туманяны и заявления Вавилова о необходимости мер по сохранению дикой пшеницы прошло немало времени, после чего открылся заповедник и рябуней. На самом деле в этот период шел процесс сбора информации о сортах дикой пшеницы, однако в 60-е годы шаги по сохранению специальных территорий не предпринимались. Вместо этого усилился страх их исчезновения. Судьба создания заповедника была связана с трагической судьбой Вавилова и его последователей. В годы Великой Отечественной войны и в последний военный период не было прежнего энтузиазма появлению сохранения и изучения генетического фонда сельскохозяйственных культур и диких разновидностей. До 60-х годов вавиловский призыв создать заповедник для сохранения дикой пшеницы был забыт. Основной причиной отсрочки создания заповедника можно считать нехватку соответствующих земель в Армении. Наряду с земледелем на территории развивалось скотоводство, что являлось препятствием. Однако, учитывая научную и практическую важность дикорастущей пшеницы и других культур, как живого знамения предков наших нынешних культур, особенно пшеницы, хлеба, наконец, заветная мечта Вавилова, осуществилась. 27 марта 1981 года Министерство Армении подтвердило создание заповедника. По словам Туманяна, это одна из самых интересных областей на планете Земля. Интересно также происхождение названия данное из-за названия ближайшей крепости Эребуни. Примечательно, что крепость Эребуни считается основой нынешнего Еревана, созданного в 782 году. Дикая пшеница также является основой нынешних культур. Действия бакинских властей, захват армянских военнослужащих на суверенной территории Республики Армения, предъявление ложных обвинений и несправедливое судебное разбирательство, грубое нарушение международного права в области прав человека и международного гуманитарного права, заявляет защитник прав человека Республики Армения. Данные действия противоречат Уставу Организации Объединенных Наций, Международному пакту о гражданских и политических правах и требованиям международного гуманитарного права, в том числе 3-й Женевской конвенции. Правозащитник обратил внимание, военнослужащие взяты в плен во время непрерывного вооруженного конфликта с Арменией. Манасьям подчеркнула, в условиях армянофобии, пропагандируемой бакинской стороной, основные права армянских военнопленных находятся под угрозой. Удерживаемые в Баку армянские пленные находятся под постоянной угрозой пыток, бесчеловечного и унижающего достоинства обращения, о чем свидетельствуют данные, зафиксированные аппаратом омбудсмена. Министерство обороны Республики Арцах сообщает, распространенное Министерством обороны Баку сообщение о том, что подозрения армии обороны якобы вечером 8 июля открыли огонь по бакинским позициям, расположенных на оккупированных территориях Шушинского и Крабачарских районов Республики Арцах является очередной дезинформацией. Об этом сообщает Министерство обороны Арцаха. Совершенно не соответствует действительности утверждениями обороны Баку о якобы сорванных в результате действий инженерных работ. Ложные заявления Минобороны Баку преследуют цель оправдать огонь, который регулярно открывается в направлении сельскохозяйственной техники. Как сообщает информационное агентство «Спутника Армении», турецкий футбольный групп Диабекир «Спорт» изменил название и герб, скопировав его с герба Республики Армения. Новое название клуба – спортивный клуб Месопотамия, а новый логотип повторяет герб Армении с незначительными изменениями. С официальным заявлением клуб пока не выступил, но турецкая газета «Айден Лык» выяснила, что новый логотип зарегистрирован на сайте Бюро патентов и брендов Турции. Юбилейный 20-й Ереванский международный кинофестиваль «Золотой абрикос» пройдет с 9 по 16 июля 2023 года. Об этом сообщили Министерство образования, науки, культуры и спорта. Согласно традиции, в рамках фестиваля «Золотой абрикос» публики будут представлены конкурсные фильмы разных стран мира. Также в рамках программы «Ереванские премьеры» состоится показ фильмов из Каннского, Берлинского, Венецианского и других кинофестивалей. В Армению приедут деятели мирового кинематографа, который представит свой опыт и искусство. Будут представлены более двух десятков армянских фильмов в разных номинациях. Также специальная программа, посвященная столетию армянского кино. Среди почетных гостей – двукратные лауреаты «Золотой поймливой ветви» Каннского кинофестиваля «Братья Дарден», лауреат «Грам-при» программы «Особый взгляд Каннского кинофестиваля», казахстанский режиссер Сергей Дворцевой, главный государь Каннского кинофестиваля по советскому региону Жоэль Шапро. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ, по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящими будущей нашей страны. Информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что Вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы – сила! И в завершении новостей послушай музыкальное произведение в исполнении ансамбля «Акунг». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!